всем доброго раннего утра и так друзья мои я хочу подарить вам очень сильный ритуал и этот ритуал можно совершить только при острой необходимости только когда вы уверены что человек виновен и если боитесь то попросите практиков объясню что это за ритуал в этом ритуале есть древние слова точнее очень маленькая часть древнего заклинания и естественно моя работа я присоединила вот несколько слов зазыва древних духов и мою работу для того чтобы усилить добавить в эту работу ключ чтобы он сработал наверняка хочу вам объяснить что это такое этим ритуалом вы отправите палача убийцу вслед за тем кого он убил либо он погибнет либо покончить собой но итог его смерть и как это случится это может случиться за очень короткое время может случиться в течение трех лет по-разному когда это случится откупитесь сделайте кому-то большой подарок не своим близким и родным помогите кому-то деньгами сделайте одно очень большое хорошее доброе дело вам нужно откупиться за справедливость судьбы отношению к вам как можно это сделать хочу вам сказать что практике эту работу могут провести дома то есть для практиков отдельная система работает для обычного человека отдельная практике могут читать в открытое окно 13 раз при свечах восковых черных свечах 13 раз держа в голове образ человека либо если это заказ и если вы видите что действительно это убийство произошло это человек виновен то вам нужно будет фотография после чтения нужно сжечь перемешать с тем воском свечей которые до конца догорят вместе с этим пеплом вынести оставить на лесном перекрестке где люди не ходят стандартный откуп для практиков либо чтобы удар пошел еще сильнее нужно идти оставить на перекрестке кладбищенской то есть и первый вариант и второй вариант практик может исполнить то есть в этом случае есть немножко вольность есть разрешение на свое усмотрение провести практикующему человеку и сейчас я скажу объясняю почему практик может провести дома потому что если это сильный практик то его силы хватит провести и домашних условиях если он хочет чтобы удар был сильнее то он проведет на кладбище точно так же как и обычные люди потому как у обычных людей этой силы нет им должны помочь мертвые силы с того света проясняют для определенных неучей которые пишут всякую ересь о том что как вот такие сильные работы вызовы таких сил и они не могут быть опасны для обычных людей это же все таки мир мертвых а с ними работают только практики если я предупреждаю объясняю в каких случаях это можно делать с каким образом чтобы было безопасно если вы все соблюдаете если вы делаете эту работу не каждый день а раз в жизни во имя справедливости или спасение себя или своего ребенка понятное дело что никакого вреда вам это не принесет вы соблюдайте все правила которые я вам говорю один раз в жизни обращайтесь или несколько раз потому что те работы которые связаны с кладбищем они делаются очень редко простыми людьми по совету ведьм следующий момент если я отдала этот ритуал вам значит эти силы позволили обычному человеку прийти и попросить а значит они знают для чего это делается понятное дело что это будет безопасно для них соблюдать все что сказано сделать как нужно к таким работам прибегать очень редко и при очень острой необходимости и правильно откупиться все и никаких проблем понятное дело что работать с кладбищем обычному человеку нельзя просто работать с кладбищем лезть в кладбищенскую магию но это совершенно иное это обращение раз в жизни или несколько раз жизни самые страшные моменты силам кладбища за помощью данный профессионалам заговором понимаете поэтому здесь вот лишнее вот это вот кудахтанье вообще не к месту этим заговором этим ритуалом я наказала много людей которых я не знаю лично это произошло после арцахской войны недавно и вы знаете каким пыткам подвергали людей каким издевательством как страшно их убивали еще не все списки оклашены и среди них есть и женщины что прошли эти женщины мне кажется не нужно вам говорить и среди тех людей которые это делали участвовали в этом процессе прошлась очень большая волна самоубийств не приписывая себе эту заслугу точнее не только себе но после того как я начала читать держа в голове образ или просто прося сил судьбы чтобы они нашли тех самых палачей наказали прокатилась просто волна самоубийств идет до сих пор этот заговор я дала двум людям еще по их просьбе все больше никто не знает и сегодня я дарю вам значит так если вы знаете кто убил вашего близкого человека любимого брата мужа сестру мать кого угодно доходе вашего соседа с которым вы дружили вы знаете убийцу или не знаете убийцу если не знаете убийцу немножко сложнее если знаете убийцу быстрее пойдет удар вот вы знаете убийцу он отмазался или он крупный чиновник только при убийстве запомните этот заговор в других случаях наказание не подходит для этого больше то есть много дано других работ если человек убил и безнаказанно живет либо вы не знаете его так и не нашли либо вы знаете уверены что это он то есть все указывает на него но так получилось либо он взял там символический срок получил или вообще не посадили или посадили но вы не хотите чтобы он вообще жил и такое возможно берете 13 черных восковых свечей для практика вначале объяснила не буду снова говорить 13 черных восковых свечей стандартный откуп то есть водка черный хлеб и фотографии того человека который вы хотите наказать идете на кладбище если вы можете иметь возможность прийти на кладбище того самого убиенного человека и там совершить удар пойдет еще сильнее здесь нет несколько вариантов именно по той причине что многие люди например живут в других странах мира а родные близкие как бы уже давно в другом в другой стране живут и поэтому вот решение только такое либо пойти на его могилу сделать либо на безымянную могилу в любой стране мира безымянная могила это могила где уже надпись не видна никто не знает что это за могила поросшие уже травой могила вы идете не к этому мертвому вы идете к силе смерти к миру теней зажгли 13 свечей не важно как вы поставите там полукругом кругом это не имеет никакого значения вылили немного водки отломили хлеб все это поставили рядом прочитали 13 раз зажгли фотографию того кто сделал над свечами и ушли если это могила близкого человека вы полгода не имеете права туда идти если это кладбище с безымянной могилой туда идти вообще лет пять шесть точно не не должны учтите все эти тонкости потому что это не простые работы они очень сильные поэтому нужно делать все как положено если вы хотите чтобы был результат и чтобы этот результат был такой какой вам надо читаем без страха без ничего прочитали сожгли его фотографию просветили чтобы сгорела фотография так и оставили на могиле свечи сами догорят отпадут повернулись просто уходите без никаких слов как откупиться я вам сказала когда все получится начнем да передумывать нельзя если вы сто процентов решили поняли что вы хотите чтобы он был наказан с полпути передумывать нельзя это вам не игрушки я взываю к силам справедливости мироздания отомстите силы судьбы убийцы и варнаку вместо дома пусть гроб получит вместо жизни могилу и тлен эй ты вурдалак злый день кого убил след за ним иди в обятих смерти пристанище найди да отвернуться от тебя стражники да гниют твои кости опухает нутро в мучениях в мучениях сдохни твори суд справедливый аж хомок око усм и над всеми и над всеми великая сила судьбы заклята еще раз читаю читать нужно 13 раз я прочту два раза у меня еще много чего нужно сделать поэтому сами понимаете как что делать объяснила я взываю к силам справедливости мироздания отомстите силы судьбы убийцы и варнаку вместо дома пусть гроб получит вместо жизни могилу и тлен эй ты вурдалак злый день кого убил след за ним иди в объятиях смерти пристанище найди да отвернуться от тебя стражники да гниют твои кости опухнет нутро в мучениях сдохни ложись в гроб могила твоя пусть травой прорастет и душа твоя покоя не знает мучается в царстве теней и блуждает чтобы ты столько своих слезы спил сколько невинной крови пролил ведьмин час мертвая кость приди ко мне с того света гость и сотвори суд справедливый аж хомок око усм и над всеми великая сила судьбы заклята я извиняюсь первый раз по-моему какую-то часть пропустила еще раз прочитаю на всякий случай пролистала усталость просто я взываю к силам справедливости мироздания отомстите силы судьбы убийца и варнаку вместо дома пусть гроб получит вместо жизни могилу и тлен эй ты вурдалак злый день кого убил вслед за ним иди в объятиях смерти пристанище найди да отвернутся от тебя стражники да гниют твои кости опухают нутро в мучениях сдохни ложись в гроб могила твоя пусть травой обрастет и душа твоя покоя не знает мучается в царстве теней и блуждает чтобы ты столько своих слезы спил сколько невинной крови пролил ведьмин час мертвая кость приди ко мне с того света гость и сотвори суд справедливый аш хомок око усам и над всеми великая сила судьбы заклята да если вы не знаете кто это сделал просто идите проведите силой справедливости судьбы сами его найдут но если знаете уже объяснилось что делать с фотографией и никогда не прощайте они должны получить то что приносят в этот мир что дали то и получили и это справедливо и ни о каком прощении говорить не нужно это рабское мышление пусть рабы прощают а мы мстим и мстим справедливо всем удачи справедливо и Продолжение следует...